Квартирные аферы, лишить жилья собственника в Украине можно вполне законно. Для этого мошенники придумывают новые схемы. В итоге бороться за свои квадратные метры приходится не один год в судах. На какие уловки идут преступники, разбиралась Фируза Бегматова. А когда? Не приведут, мне приведут. Зачем она назначалась? Тогда когда? Когда закончатся суды, Игоря Бара ждет уже три года. Его мы встретили незадолго до заседания в очереди за бутербродом и чаем на столичном Крещатике. Добрый вечер, проходите, пожалуйста. А Бара рассказал, что стал приходить сюда после того, как мошенники лишили его жилья. Я вышел в магазин, назад пришел, закрыть двери, замок не тот. И все. Кто поменял замки, Игорь не знает. Вспоминает, что до этого к нему и матери наведывались волонтеры. Они сразу документы забрали, а я ничего не знал. Уже после смерти матери Абара обнаружил пропажу паспорта. Он подает заяву на отримание нового паспорта и отримает этот паспорт, в котором уже нет регистрации. Теперь годы судебных разбирательств. Сторона Абары хочет признать первую сделку недействительной и вернуть квартиру. Для Абары это вопрос физического выживания, где будет эта людина в зиму жить. Оппоненты, естественно, надеются оставить жилье за собой. Ведь они третья сторона. Люди, которым квартиру уже перепродали. Мы обычная семья, у меня есть ребенок, у меня муж есть. Семья купила недвижимость через известное столичное агентство. Сделали ремонт в квартире и через полтора года получили повестку в суд, что первая еще сделка недействительная и все последующие являются недействительными. В суде выяснилось, теперь квартира под арестом. Арестована она уже была по факту, когда мы ее владели в 2015 году. То есть там в промежутке между 2014 и 2015 годом вообще никаких позывных заяв не было. Позже обнаружилось, что у Игоря Абары есть еще одна квартира. Человек прятал от суда, от судьи конкретно, что у него есть недвижимость, называя себя беждомным. Он владеет квартиру в Пирятина пополам со своей матерью, которую ему купили еще в рамках первой сделки. А участница первой сделки не выходит на связь и не является в суд. Продавец наш, который нам продавал, женщина, сегодня она не явилась, например, в суд. И получить у нее разъяснение мы не можем. Адвокаты Абары пытаются доказать недеспособность покойной матери Игоря. В гугле подивитесь, что такое инсульт. Дескать, первая сделка недействительна, и Игорь – законный владелец квартиры. Если она не пересылается, то до какого нотариуса она вообще ходила? Что она подписывала, если у нее руки не рухались? А третья сторона надеется, что не останется на улице. Сейчас пострадаем мы, потому что именно у Дэн заберут квартиру, когда у человека все есть. А у него будет дверь. В момент, когда вы покупаете квартиру, все чистое, никаких арестов нет. Она реально чистая, эта квартира. И потом через полтора года, когда вы уже вселили, сделали ремонт, у вас получается повестка в суд. Кто и кем обманут, над этой историей суд ломает голову не первый год. Фируса Бегматова, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер.